Псалом двадцать четвертый И все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконнующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты – Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа Его пребудет во благе, и семя Его наследует землю. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое. И прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота, да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей Его. Евангелие от Матфея Глава двадцать четвертая И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это – начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет, тогда находящиеся в Иудее, да бегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда если кто скажет вам, «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. «Вот я наперед сказал вам». Итак, если скажут вам, «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин Рабатову в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Бытие Глава сорок седьмая «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал, «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем, и из братьев своих он взял пять человек и представил их фараону». «И сказал фараон братьям его, «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону, «Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказали они фараону, «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод, и так позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». «И сказал фараон Иосифу, «Отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою, на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесем, и если знаешь, что между ними есть способные люди, постав их смотрителями над моим скотом». И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону, «Дней странствования моего сто тридцать лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона, и поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. все египтяне пришли к Иосифу и говорили, дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас. Иосиф сказал, пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему, не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас, и земли наши, за хлеб, и мы землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу, вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу, вот вам семена и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они сказали, «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и добудем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской семнадцать лет, и было дней Иакова, годов жизни его сто сорок семь лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему». И сказал, «Клянись мне». И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Бытие Глава сорок восьмая После того Иосифу сказали, «Вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Монасию и Ефрема». И Иакова известили и сказали, «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели и сказал Иаков Иосифу, «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, «Вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Монасия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской на дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, «Не надеялся я видеть твое лице, но вот Бог показал мне и детей твоих, и отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицем своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку, против левой Израиля, а Монасию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Монасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первенец». И благословил Иосифа и сказал «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Монасии, и сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат, будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Монасии». И поставил Ефрема выше Монасии. И сказал Израиль Иосифу, «Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук Амареев мечом моим и луком моим». Амареев «Монасии» «Монасии» Продолжение следует...